Музыка Уважаемые товарищи, ну вы знаете ту ситуацию, которая проходила после последнего российского лета рабочих, когда 1 декабря по стране прошли коллективные акции протеста, положившие начало в том числе и последующим действиям ФМП. Так что мы совершенно, я считаю, правильно выбрали дату. Более того, сразу после 1 декабря, когда были у нас запостольки по ряду предприятий, в том числе и в ряде портов России, и в Арзамасе-16, и в Астрахани, прошли миссинги, организованные в многих городах процессом защиты, соцпром, другими профобъединениями. Уже 2 декабря правительство приняло решение о том, чтобы не настаивать на обсуждении на государственном доме в декабре вместе с их вариантом Дового кодекса. И уже 2 декабря в правительстве обговаривались варианты, связанные с понятием различных поправок к правительственному проекту, но не по самым, назовем так, ключевым разделам, однако более-менее макирующим содержанием антирабочие правительственного проекта Дового кодекса. Почему я обратил внимание на то, что тенденции Декабря развиваются очень хорошие, то есть наличники в стране собирались и по 3, и по 5 тысяч человек, а ведь диспетчер с зеленым миром не было права, я вот еще не думаю о том, что протест, ответствующий акции протеста у порционных проследов железнодорожников, поэтому в декабре отмит не правительство, а именно ФМПР вместе с КПРФ настаивали в Государственной Думе на скорейшем принятии нового трудового кодекса, именно в том антирабочем варианте проекта Восьми, который предлагает ФМПР КПРФ. То есть вы знаете, там в том числе предусмотрены выдачи третьей заработной платы натурой, то есть навозом, гробами, гвоздями, бумагой и так далее. Там предусмотрено, я вот считаю, что, кстати, разработчики проекта, чтобы убедить общественность, что это замечательный документ, должны с вами бумага получать часть своей заработной платы, потом рассказать в стране, как это хорошо получается, там предусмотрен ключевой отказ от 35-й статьи Кодек Законов о труде, по которой правосоюзы могут блокировать увольнение по сокращению штатов, несоответствие должности и длительному больничному, ну и от других положений, труд беременных женщин, сверхпорочные работы и направлений в младеродке и так далее. В январе появился также еще дублирующий проект Восьми, но уже как бы о правах, он в фракции Единства, ЛДП, СПС. Но в сегодняшний день, таким образом, в Государственном Доме наличие есть 5 проектов Кодекса, плюс еще Московская областная Дома вносит, и в этой связи жизнь, конечно, побудила нас нести по практике наш собственный проект. Почему? Во-первых, та основная задача, которую ставил перед собой ранее, вносившаяся Таймуражем Георгиевичем Авариане, рабочий проект Кодекса, она была достигнута, то есть была показана альтернатива, иной вариант решения трудовых вопросов в пользу работника, было показано, что можно не только ухудшать, но и улучшать рабочее законодательство, но при этом уже многие наши положения оказались заимствованы, вот именно с целью маскировки, и в правительственном проекте, и в более последующем проекте Головы, в проекте Восьми. По этому поводу позиции наш документ стал по частным деталям где-то, да, но уступать тем, которые делились более позже. Ну, в частности, например, по срочным контрактам получилось так, что наш проект был позже и проиграл в отношении к проекту Восьми. Поэтому это как бы была первая причина, по которой необходимо было носить уточнение в проект. Второе. Принципиально важно заметить, что наш проект должен быть проектом не просто, условно говоря, фонда рабочей академии, Российского комитета рабочих, депутатов Шевина, последний, кстати, самый непринципиальный из всего, что нужно назвать, а должен быть проект всего реально существующего рабочего движения страны. То есть проект, который согласованно вносится всеми реальными, или почти всеми существующими профсоюзами, чтобы мы могли сказать, что у государственного есть три основные тенденции. Есть проект правительства, есть проект Шмакова, и есть проект профсоюзов, общепрофсоюзный проект, который мы сейчас разрабатываем. И поэтому, без права, нужно было согласовать положение нашего документа с другими профессиональными союзами, кроме защиты. Я имею в данном случае и профсоюз работников локомотивных депо, и профсоюз профобъединения соцпроф, и профсоюз авиадиспетчеров. Вот частные документы передали профсоюз летного состава, ведем с ними переговоры, чтобы они тоже подключились к поддержке нашего проекта. Это было второе. И, наконец, третье. Совершенно очевидно, что жизнь за последние два года, с момента внесения нами проекта за корпусю депутата Авалиали, показала нам, что есть ряд проблем, что есть ряд вопросов, которые требуют регулированного законности. Нам, конечно, надо сказать, что мы намерены тем или иным способом эти проблемы решать. И тем же, конкретно, отличие между проектом, который на сегодня у нас лежит в Государственной Думе внесем, и тем проектом, который мы собираемся вносить. Во-первых, мы учли все те замечания, которые у нас были. То есть, у нас было большое количество, ну, не так, что большое, но были поправки, от правового управления Государственной Думы, от ряда законодательных органов субъекта Федерации, ПНПР, ну и других логических структур. В частности, у нас была очень неудачная норма о том, что срочные контракты также могут быть введены, если это рассмотрено перед этими договорами. Вот в том проекте, который мы сейчас носим, все это учтено. Поэтому мы смело можем указывать в пояснительной записке, что нами приняты и включены в наш трудовой кодекс все имеющиеся ранее к нашему проекту трудового законодательства замечания от их собственной Шмаковской Федерации профсоюзов, от правительства, от администрации президента, от комитета по трудовой социальной политике Думы и так далее. Но, естественно, комитет, который принципуально меняет суть нашего проекта, как бы ухудшающий положение работников. Ухудшающий, да, мы все приняли. Второе. При этом мы, я считаю, очень серьезным осовременнее трудовой законодательства. Причем осовременнее именно в плане улучшения положения работников и в плане учета современной экономики, современных отношений на производство. Например, правительство говорит о переходе к 58-часовой рабочей недели, мы все это хорошо знаем. Яблок идет еще дальше, говорит о переходе к 61-часовой рабочей неделе. Но если мы говорим о том, что Россия включается в мировое пространство, давайте будем брать терапический опыт. Поэтому в нашем проекту трудового кодекса предусмотрен переход к 35-часовой рабочей неделе. Причем я обратил внимание на то обстоятельство, что это будет означать в том числе снижение нового временного предприятия, поскольку переход к сокращенной рабочей неделе – это однозначно сокращение безработицы. Соответственно, ликвидация и налогов в фонд занятости. Кроме того, серьезно ограничивая сверхворочные работы, мы избегаем ситуации, когда одни люди трудятся по 10-11 часов, а другие в то время стоят на береже труда. Те, которые трудятся по 10-11, шантажируют, заявляя, вот там на улице есть люди, которые готовы трудиться за копейки, в отличие от вас. Уже здоровье сейчас такая ситуация, там проводится сокращение штатов массы, приказывал Аксюринг, а вот время у них переработки вместо 20 часов, как правило, в депорт 150-180, наш проект кладет этому заслон, предел, во-первых, устанавливая более высокую, чем ныне, оплату за сверхворочные работы, то есть, вместе с двойной и тройной, во-вторых, и переходя в целом 60-50-часовой рабочей неделе. В принципе, сокращается пространство для сверхворочных работы, и ликвидируют безработицы в том числе. Второе. В разделе «Заработная плата» мы более четко прописали, что заработная плата должна быть не ниже официального проличного уровня. Причем, я бы сказал, что данная вообще поправка, она полностью пресекает из Конституции Российской Федерации, и сказано, что любой человек имеет право на достойную оплату своего труда, что же за достойная оплата, которая в пять раз ниже официального проличного минимума. Официальный проличный минимум – 1000 рублей, минимальная заработная плата – 200 рублей, это не соответствует тому, что у нас наша демократическая власть не представляла нашей Конституции. Поэтому мы говорим о том, что заработная плата, а именно тариф первого разряда, а не премии, КТУ и так далее, должна быть встроена на уровне официального проличного минимума. Причем не просто минимума, а научно обоснованного минимума. Потому что минимум наша власть может написать в любую и включить в него что угодно. Это второе положение, которое также есть в проекте. Третье – вот то, о чем у нас постоянно идет разговор при принятии кредитных договоров – это доли тарифа и оплата в заработной плате. Потому что обычная ситуация, когда человеку, скажем, минимальную часть заработной платы дают в форме твердого тарифа или оплата, как можно больше пытаются дать в виде коэффициента трудового участия, премиальных и иных аналогичных выплат, где человек целиком полностью зависит от администрации. Закончит хозяин, даст их, захочет, не даст. Мы предлагаем, чтобы доли тарифа или оплата в заработной плате было не менее 80%. Это принципиальное положение. Мы можем еще использовать ту конкретную цифру, там может быть не 80%, может 85%, не 74%. Но то, что должно быть законодательство установлено до тарифа заработной плате, совершенно очевидно. И заработная плата должна носить именно по часовой, в первую очередь, характер. Причем, у нас, в принципе, очень хорошие поправки, Дома Николаевна. От профсоюза Старственного, из Омска, о том, что на работах с вредными условиями труда вообще необходимо перейти от системы оплаты с зельней к системе вклад по времену. Потому что человек, который работает в районных условиях, не должен работать с зельней, тем самым кроме своей стороны. Далее. Ведена статья, вот я даже немножко ее сейчас зачитаю, потому что на обращаемых получилось, о праве работников участвовать в организации производства. У меня и у нас раньше была, но раньше она носила у нас несколько декларативный характер. Теперь мне сказано следующее, дословно. Что вот сведения о заработной плате, включая заработный плат руководителей всех, балансовая отчетность, квартальный ежегод, данные финансово-хозяйственной деятельности по всему и доступны коллективам и профсоюзам. Кроме того, работник, представитель работников, то есть персональных союзов в первую очередь, правил участвовать в действительности Советов директоров и собраний акционеров с правом решающего голоса при утверждении бухгалтерских баланса, значении администрации, распределении прибыли и убытков, при ликвидации и реорганизации предприятий, что принципиально важно, потому что мы все с вами видим хорошо, как путем реорганизации, считает целого правду и сущенение условий труда в очень ухудшающих для работников направлений. Далее, в этой статье мы указуем, что в государственных и муниципальных предприятиях организации работников совместно с собственником, то есть с муниципалитетом либо комитетом по имуществу, утверждают изменения в уставе, контракт с директором, решают вопросы о выделении подразделений, то есть та же самая реорганизация. Ну и наконец, при массовых увольнениях представители работников праве установить заработную плату начальников, контролировать ценообразование, аренду, продажу оборудования и другие виды расходов и доходов. Я бы хотел очень коротко прокомментировать такое революционное положение, на самом деле это не мы писали. На самом деле, вот то, что я сейчас зачитал, это мы взяли из правительственного проекта нашего, из проекта «Яблоко», который ломбирует господин Голд, и из правительственного постановления ныне действующего номер 32 5 декабря 1991 года составить о межческой тайне. Мы ничего не выдумываем. Мы смело можем говорить о том, что мы предлагаем именно те поправки к новому законодательству, которые уже сегодня предлагаются нашим собственникам в лице партии «Яблоко», которая всегда говорит о том, что наважают интересы собственников, в лице нашего правительства. Поэтому я считаю, что за эту статью мы можем очень хорошо агитировать и добиваться ее, и совершенно очевидно, что если работники производят прибыль, и мы ведем переговоры, допустим, о повышении заработной платы, то мы не можем их нормально вести, если мы не знаем финансовые положения предприятия. А пытаясь скрыть от нас то, что и так известно любому взяточной физ. налоговой инспекции, данные о прибыли, о балансовой отчетности, администрация любая тем самым провоцирует забастовки, потому что мы не его знаем. Может быть, на самом деле, там нет денег на заработную плату, поэтому пусть они покажут нам все открыто, все данные, в том числе, сколько сами получают, все потратили на командировочные расходы, все заплатили на многих разных фондах и бюджетных разных уровней. Поэтому это положение, оно очень сильно отсовременило наш трудовой кодекс, и более того, еще раз подчеркну, оно выбрало в себя именно те предложения, с которыми выходит, собственно, само правительство, и про правительственные факторы государства не думают. Значит, первое. Поехали, вот я хотел бы здесь выразить особую благодарность нашим коллегам из СОСПРОВ, более важным, то есть можно разделы о коллективных договорах и о забастовках. Ну, в коллективных договорах, допустим, мы видели такую норму, как локальные соглашения, потому что, когда, допустим, идет какой-то конфликт, скажем, коллективной формы разрешения, индивидуальных сфор, ну, понятно, что работник может не работать, если ему заработать плату, держать хотя бы на один день. Но чтобы администрация при этом заключилась в профсоюзном определенное соглашение, скажем, график погашения задолженности по заработной плате, либо один такой-то вид обязательств, необходимость не заключить некие документы. Эти документы, местные такие соглашения, не коллегам, а именно соглашения по частным вопросам, они и так в жизни заключаются практически везде при каждом конфликте. Иридически они нигде у нас не оформлены, поэтому мы как раз и предлагаем это сделать, чтобы была твердая правовая основа, что совершенно логично пристекает из всей современной жизненной жизни в России, поэтому наш проект очень современен, гораздо более современнее, чем любой другой проект представлен государственным духом. А еще раз везем забастовка, как хотелось бы. Да, и разумеется, мы везде подчеркиваем полеврализм профессиональных союзов, право на несколько колдоговоров на предприятиях, обязательно подчеркиваем согласование именно с соответствующим правосоюзом изменение графиков сменности, изменение формы размера плата труда, применение сверхворочных работ и так далее. Раздел о забастовках на право нате в коренном образом переработан. Существующий закон о забастовках крайне неудобный документ, им практически никто не пользуется, и все мы всегда ищем какой-нибудь призлог в форме задержки заработной платы или не выдачи спецодежды, чтобы забастовать, допустим, повышение заработной платы. Поэтому, в отдельном забастовке, во-первых, мы прописали норму о забастовках солидарности, причем, что интересно, эта норма существует в проекте право, вот там, где есть ПС, Яблоко, Единство, там она лампийскими усилиями, нашим коллектом соцпор показалось, как парирована, мы этим воспользовались, взяли ее и себе тоже, потому что тем самым у нас значительно облегчен порядок проведения забастовок, уже в режиме солидарности с другими предприятиями. Второе. Мы также прописали четко право работникам, в том числе в индивидуальном порядке, отказаться от работы при нарушении трудового законодательства, потому что в России принадлежный труд запрещен, если работатель нарушает закон, преступник, работник не обязан участвовать в совместном преступлении с администратором и должен нарушать закон трудовой. Поэтому, если работатель не дает спецодежку, работник правильно работает. И, собственно, и сегодня тоже решение Верховного суда, судов, территория, они об этом говорят. Мы просто это написали, наш проект, это единственный проект, который эти вещи регулирует. И также, нами значительно упрощена процедура проведения забастовок, в частности, трудовой арбитраж, то есть, если, скажем, директор говорит, что он считает решение трудового арбитража для себя необязательным при проведении переговоров, при подготовке к стачке, то коллектив правит этой фазе отказаться, чтобы не тратить пустое время на консультации, с которыми работодатель за что говорит, что не будет соглашаться. Значит, дальше. Указано, нами, вот, нас критиковали за это, что мы не совсем четко это прописывали, мы это изменили. Указано, что не вправе вести переговоры от имени работников и действовать от имени рабочих организаций, в которых состоят представители администрации, представители собственных, директора и так далее. Это полностью соответствует декларации международной организации труда, которая считает ненормальным и противоестественным, когда у нас ведут переговоры от имени работников профсоюз, так называемые, руководимые директорским корпусом. Более того, собственно, в существующем-то законе о колдоговорах эта норма прописана, о том, что организации, в которых состоят представители и работодатели, не правы вести коллективные переговоры. Мы просто это четко записали еще в новый кодекс и расширили понятие, что не только коллективные переговоры колдоговора, но и в принципе права профсоюзов не могут иметь те организации, которые состоят еще и начальники. Седьмое. Я думаю, это сейчас все оценят. Есть известная статья очень опасна для всех нас, 29-6. Как мы прекрасно понимаем, нельзя выводиться работника без согласования с правосоюзом, при сокращении штатов, при так называемой недостаточной квалификации, то есть, глупо и пациент, потом почему-то не стал. Но, и 29-ая статья, пункт 6, а в изменении существенных слоев труда, когда человеку говорят, ты будешь работать теперь не за 1000 рублей, а за 200, а 800 мы тебе это будем давать, а может быть, не будем в форме, премии. Так вот, мы предлагаем, что это изменение существенных слоев труда может проходить только после голосования с профсоюзами, 25-ая статья, часть 1-ая. И, кроме того, увольнение в связи с отказом работника от изменения существенных слоев труда тоже может проходить и должно только по согласованию с профессиональными союзами. это это основные положения наших домов кодекса. Кроме того, я обратил внимание на то, что введена система терминов, я полагаю, что мои товарищи, Сергей Владимирович и Михаил Васильевич на этом более подробно становятся, где мы указываем, кто такой собственник, кто такой работодатель, кто такой работник, такая администрация и так далее. А также ряд частых поправок, которые сегодня у нас есть в рабочем законности, но которые стараются всячески убрать, вымыть и которые у нас далеко не всем известны. Ну, в качестве небольшой иллюстрации, допустим, даже при банкротстве предприятия женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, а также беременные женщины, обязаны быть трудоустроены новым собственником. Это указ Ельц, 90-го года, то есть предприятие обанкротил, кто-то купил имущество, кто-то купил, кто-то должен человек туда устроить. Об этом мало кто знает, мы тоже новым забиваем наш проект Тодорового Кодекса. Это по поводу самого документа. Я обратил внимание на процедуру его принятия. У нас было очень хорошее совещание в известном поселке Разлив по Ленинграду в первое месяце, где мы как раз сидели и писали все эти вещи с товарищами с фондом рабочей академии, с докерами. У нас две недели назад было совещание представителей девяти свободных профессиональных союзов в городе Москве. Это профессиональный союз защита, это российский профсоюз докеров, это профобъединение соцпроф, это российский профсоюз работников локомотивных депо, это профсоюз работников авиадиспетических пунктов, это Санкт-Петербургская конфедерация труда, это Тибирская конфедерация труда и так далее. И наша задача делать так, чтобы тот документ, который мы сейчас носим, был бы единым, согласованным проектом всего рабочего движения России, и мы должны смело говорить о том, что есть проект правительства, есть проект другой, как они говорят, основной, Шмакова, один проект профсоюза, именно проект Шмакова, и есть проект общепрофсоюза, но тот, который мы сейчас вырабатываем совместно, полегального федерации. Насколько спектр вопрос о том, дальнейшее развитие событий может продвигаться в Государственной Думе? Во-первых, я бы сказал, что в приюне не исключено, конечно, рассмотрение этого кодекса, но, мягко скажем, маловероятно. Маловероятно, скорее всего, все-таки будет перекидано на осень. Тем не менее, мы должны быть к этому готовы 1 мая, в апреле, в мае месяце проводить соответствующую работу коллектива. А второе, я думаю, что в так называемой федерации независимых от работников профессиональных союзов ПНПР заодно уже стало стыдно за бумагу, которую они подсунули на стороне в осени прошлого года, заодно, что это дорогое и золотой документ, о котором мечтают все рабочие люди в России, и они этот проект уже готовы почти снять, потому что стыдно носить документы, по которым треть заработной платы можно выдавать на труб продуктами, и по которым с точки зрения разработчиков, но развалится вся экономика, если беременные и женщины не будут работать с ночной смертью. Поэтому я вполне допускаю, что ПНПР эту бумагу будет снимать в мои месяцы, соответственно, мы должны сейчас ужесточить тотально критику этого документа, и вообще есть большое подозрение, что в той новой версии, которую они будут предлагать в Государственной Думе, они, конечно, провыкидывают вот все эти глупости, которые они написали раньше, но пишут новые, и самое главное, они будут, конечно, писать о том, что все согласования проходят с наиболее представительным профессиональным союзом, но понятно, что наиболее представительным это тот, который представляет директора всегда, поэтому вот здесь мы можем получить ситуацию, когда ПНПР на правом пойдет вместе с правительством протаскивать реакционный антирабочий проект Другого кодекса, а мы, соответственно, вовнутрь себя можем объединить все свободные правосоюзы и даже часть правосоюзов ПНПР, потому что, например, в угольной промышленности есть шахты, где у ПНПР нет большинства, и где местные комитеты ПНПР находятся в меньшинстве, а наиболее представительным правосоюзом является НПГ и защита. Поэтому я считаю, что нам надо в апреле месяца официально носить этот документ, отработать очень большая просьба у кого есть замечания, поправки, чтобы нам сейчас их учесть, и по срокам регламенту где-то в апреле месяце, не позднее носить эту бумагу в Государственную Думу. Я думаю, что есть прямой смысл еще раз нам как можно большим тиражом сделать сопоставительные таблицы по крайней мере по наиболее ключевым вариантам трудовых кодексов, то есть правительственному, ФМПР, нашему, ну и допустим действующему для сравнения, чтобы народ понимал, что к чему вообще, и добиваться в широком обсуждении нашего документа как единственной позитивной альтернативы тем реакционным безобразием, которое вносится против рецепт профсоюзами, правительством и проружуазными Владимир Владимирович фракциями Государственной Думы. Спасибо. Ставшие вопросы сейчас или потом будем? Потом. Хорошо. Следующий докладчик по этому вопросу у нас Сергей Владимирович Храмов. Добрый день. Мы начинаем раньше обсуждать крайне важный вопрос и вот в чем собственно важность. Я бы следующее правильно заметил, что проект, который мы внесем в свое время в Ирляне, свою роль выпадет. То есть теперь мы должны перейти от проекта воздуха, от проекта листовки к проекту имеющему конкретно способность другими проектами, то есть к тому, который можно будет вызывать документом к подближающему обсуждению и серьезному разговору в Думе. Я должен сказать такую вещь. Наши с вами точки зрения хороший проект тот, который улучшает положение работников. Но не все депутаты считают точно так же. Вам понимают, многие депутаты считают наоборот. Поэтому проект, который должен быть внесен в Думу, должен содержать ряд моментов, которые на первый взгляд в чем-то не расходят с позиции той части депутатов, которые не считают повышение положения работы, это хорошо. То есть проект должен содержать какие-то моменты, которые работают в разные из Думы. Это как первое. Теперь какая ситуация в Думе. Должен сказать, что рассматривать и прощать варианты в Думе с точки зрения тех или иных фракций и кодиэкологической стремленности в отношении к Зоту совершенно без плотных. Что в Думе я вот так учту всего две фракции в этой ситуации. это фракция директоров и фракция недиректоров. Вот вопрос с другим отношением про закон обостров какого договора никакого отношения к фракционному делению Думы не имеет. Надо еще сказать, что члены представителей ФНП есть практически во всех фракциях Думы. Во всех. И в единстве, и естественно в Отечестве, и в народном депутате ну и так далее. Так вот сейчас буквально вот четверг была образована наконец-таки комиссия по согласованию по выработке одного единого согласованного варианта ровного сомнения. Ваша большая борьба за то, кто будет составить комиссию. Романов Петр Васильевич как вы помните в 92-м году в 93-м он был кандидатом выдвигался кандидатом КПРФ президент потом он заменил Зуганов он был один из социальных президента он директор Костянякского комбайного завода он задавал парламентских служб однозначно мы и наши профсоюзы ФНП вот так решили так подготовили парламентские службы там совершенно однозначно и вот по большой просьбе известного депутата Иванова этот самый Романов решил что представительство профсоюзов в комиссии по согласованию взлота должно поделяться только из трехсторонней комиссии только по решению товарища Шмакова что собственно и было сделано Шмак определил 7 человек которые должны войти в эту комиссию от профсоюзов от всех профсоюзов но они будут догадаться что там представлены практически только ФНП плюс еще некоторые страны личные фамилии Ефременко и еще более страны личные фамилии Зибор кто их знает я не верюся кто знает так вот целый ряд депутатов в первую очередь Олег Васильевич еще несколько депутатов в четверг подняли вопрос о том когда он фрешенов составной комиссии что необходимо ввести представителей других общий российских профсоюзов включаться со строк при этом мадам Слизко которая заменила Романова при исполнении капитализации Романова казалась не более компетентной она заявила что ее случайно женили на этой комиссии Фонас так ничего не знает и вообще говоря она бывшая кандидата как кома посудов работников машиностроения из города Саратова с отекающими подпредствами и сказала что пусть просуды разбираются сами и наше дело думают эти дела как шмак привел так и пусть и будет и вот эти вопросы были поставлены на голосование за включение соцпром в эту комиссию голосовали 98 депутатов чуть-чуть больше было против то есть мы имеем сейчас свободные профсоюзы имеют осознанную поддержку не менее сотни депутатов это большая сумма данное голосование показало что те кто голосуют за они понимают что они делают не просто кто-то кому-то поручил судить какую-то карточку куда-то как обычно бывает это было осознанное голосование и это значит что свободные профсоюзы могут рассчитывать на осознанную поддержку сотни депутатов что очень уже много именно поэтому я считаю крайне важным чтобы проект который мы сейчас можем назвать общий профсоюз мы сможем надеюсь назвать именно таковым будет то есть я скажу откровенно есть ряд позиций которые мы с Крепятьсерцем готовы ввести проект но при этом в общем-то дождаем то чтобы некоторые позиции отсюда были то есть мы настаиваем на том чтобы проект который будет называться общепрофсоюзным не содержал в себе яркой политической направленности и не был проектом лозунгом а был деловым конкретным проектом в частности совершенно недопустимы такие инновации по сравнению с действующей практикой как замена слова работодатель на слово собственное слава богу мы лет назад об этом договорились теперь о более ответных вещах что оставляется очень важно в качестве поправок к проекту который сейчас подготовлен как уже согласован это такая принципиальная вещь как во всех случаях войдет отсылка к категорного договора описать не и определяемый категорного договора а и или то есть либо согласован с профсоюзным органом или утвержденный в полдоговоре потому что дальше получится представить антикар если у вас нет полдоговора то вы не имеете права на согласование дальше ты понимаешь в чем дело вот если мы возьмем выступление автора действия рабочей силе выступление автора проекта правительства Сергея Парина то мы увидим что он говорит очень интересные вещи нигде вот в их комментариях не говорится что их проект направлен против профсоюза не а наоборот вот вопреки заявления профсоюзов не так чтобы не против и женщин или у нас профсоюза то же самое что нет то нет то есть они все объясняют что этого нет мы еще делаем что когда выиграть в народе чет детали вот посмотрите нам говорят что есть правой тупик если нет согласия на тот или иной нормативное предприятие или на увольнение работника получается тупик на самом деле не так на самом деле любое решение может быть обжалован в суде любое то есть в принципе сейчас если профсоюз не дает согласие на увольнение работника то работодатель в принципе по идее вправе пойти в суд и обжаловать решение профсоюза другое дело что я процедуру сделать не можем но тем не менее что прилагает правительство он прилагает так что профсоюз в случае отказа на увольнение работника должен дать окрас мотивированный и в случае увольнения имеет право обжаловать увольнение в суде интересная мысль в принципе можно было пойти на это право по самому направлению пусть директор обжалует пусть он делит в суд и обжалует решение профсоюза в принципе должностный конструктор так такое право дает следующий момент еще важная вещь мы все вполне оправданно ругаем правительственные веря хотя бы за то что он лишает профсоюза права лишает администратор предприятия обязанности согласовывать те или иные распоряжения с профсоюзом в частности увольнение работников и правительственных активистов но при этом мы забываем вот о чем если будут принят за основу в первом чтении проект 8 продавец Исаеву то ему будут сразу сделаны поправки поправки о том что Каврамина Кросинич такие поправки известны что согласовывать надо необходимо только с одним сам представительного профсоюза возникает вопрос а нам то что лучше в такой ситуации предположим мы выбираем двух вариантов проект 8 с этими поправками и правительственные это совершенно очевидный ответ что правительственные лучше что из двух зон надо выбирать меньше в данном случае правительственные вариант вы лишаете прав всех профсоюзов в случае блоку естественно тот вариант лишаете прав именно нас оставляются по МПН очевидно что в такой ситуации МПН поддержит надо выбирать правительственный вариант но еще важнее это чтобы был собственно профсоюзный проект именно профсоюзный вот вносит ряда материалов как известно всякая демократия это процедура поэтому можно было очень долго отойти на договора но без процедуры их заключения и которой за их выполнением эти документы будут пустыми крайне важно чтобы вчера чтобы каждый профсоюз имел право на свой политический договор и чтобы нельзя было войти не один профсоюз в принятии этих решений что как это можно решить текстуально например если сформируется комиссия если вы формируете у меня единый профсоюзного органа и хотя бы один представитель работников в этом органе не согласны с порядковым регламентом то соответственно формируется на данном уровне две комиссии одна из того которая будет переменная то есть страховая работка будет переменная разным представителем теперь что касается забастовок и концепция совершенно сразу выше есть общее мнение большинства депутатов вообще в обществе что забастовка это нечто нечто антиобщественное я глубоко вижу что это не так вы знаете в нашем прошлом что это твердое убеждение но тем не менее слово забастовка вызывает некоторое такое ну по этому слову будет очень много спекуляций поэтому мы специально закладываем в случае я считаю необходимое следующий вопрос во первых профсоюз должен заранее видеть дискуссию по этому проекту сам себя ограничить в частности заявлением о том что во время забастовки солидарности или забастовки за повышение заработной платы в участии в забастовке зарплата не выплачивается мы это можем потом какова аргументация в дискуссиях к органам продуктов проекта наша позиция может вот что что сейчас 95% забастовок в России это забастовки организованные директорами то есть этой статьей мы на 95% снижаем количество забастовок поскольку здесь не указывается норма о том что потом может обойти но суть в очередь что мы должны иметь ряд позиций которые необходимы с точки зрения дискуссионности и куберспособности проекта это одна из них подобный уже вводный характер вносите норму о том что да естественно что при забастовках защиты прав работников или защита нарушивших трудового права зарплата плащет полностью это понятно это очевидно дальше идет большая дискуссия о том что необходимо принять трудовой процессуальный кодекс об этом говорят и в союзах и в академиях труда и прочее суть в том что все пытаются выбить какое-то бюджетное финансирование я полагаю что если в наш проект будет 5-6 статей изменяющих и дополняющих процессуальный кодекс например это право представительства порядок требования доказательства с тем что не работник в Америке какие-то поправки я думаю что мы получим еще более предспособный проект который действительно в случае применения сможет большое содействие нам в нашей практической работе в суде поправки есть целый ряд моментов которые мне кажется необходимо изъять из проекта например в разделе о досудебных разрешении и данных споров указан правком в качестве одного статьи органов давайте с вами подумаем если кто-то обращается в правком работник обращается в правком за разрешение спора может ли работник сомневаться кто-то правком решит спор его пользу может может в этой ситуации так работает либо какой-то профсоюз либо перезбирает правком не может правком принять решение против работника за чьей акции он во всем извините так давайте подумаем если работник вступил в профсоюз то естественно если профсоюз реальный то его решение будет то есть профсоюз заведомо заинтересованная сторона не может быть заинтересованной арбитром каком-то спорте поэтому очевидно что обращение к правком с одной стороны вызывает что правком и работники это отдельно и кстати так и было когда мы писали еще в руковном совете в СССР вот закон о полноговорах там вся комиссия Захарова там были рабочие депутаты они считали что на заводе есть три структуры дирекция правком и рабочие в той ситуации да правком был одним из органов администрации создавая свободный профсоюз мы под тем законом создавали такой программ который формально нужно обратиться в стране работников но это было в той ситуации сейчас просто естественно что на этой статье будут очень долго смеяться и эта статья тоже так же будут рассказывать в нашу сторону в эту статью как вот смотрите они берут на себя функции суда кстати о навозе комменции вот разрешает эту оплату здесь вот да еще крайне важная такая вещь это вопросы о системе заработной платы мы до конца обсуждали в начале марта эту проблему практически договорительски еще раз поставили вопрос мы все привыкли к тому что нам выплачиваются предприятия премии мы привыкли к тому что премия выплачивается за рост правительства труда за успехи в работе давайте с вами подумаем значит когда у нас было статистическое общество и все работали на одном государстве было очевидно что чем лучше работали тем лучше всему обществу в целом тогда теперь выясняется что у нас капитализм что есть хозяева кровопийцы которые прибыли работников почему должен работник повышать правительство труда и все остальное в интересном самопокровопийце почему собственно говоря работник должен работать больше чем его должностная инструкция его квалификация и производство заданий почему нужно повышать правительство труда есть задания есть технолог вы выполняли зачем вы должны работать на самого хозяина я не понимаю я считаю что это принципиально важная вещь что четко разделить интересы работодателя и интересы работников и тем самым разделить ответственность работника работодателя именно поэтому мы возражаем против того чтобы была целая глава вот не тринадцатая статья а глава целая о обращении нет об участии работников в организации производства производства подумайте название очень хорошо чем-то командовать но если кто-то участвует в организации производства то есть кто-то лишается права выйти от того что кирпич бак кирпич йог не моя проблема проблема прораба нет это получается проблема каменщика мы говорим что есть на предприятии функции работника и функции работодателя его представителя функции представителя работодателя именно организация производства если мы возлагаем эту функцию на работника то тем самым мы снимаем отбираем у работника главный аргумент не мое дело ты начальник организуй производство я вот умею работать я отработал получил деньги и моя голова в другом месте а здесь я работаю если мы считаем на позиции что рабочий должен вот отвечать за все то тогда вопрос кто отличается убытки от неправильно принятых решений я понимаю о вопрос нет не имея полностью информации не имея реальной возможности участвовать в прибыли а убытки пожалуйста это точно положено 4 марта мы согласились с тем что эта норма остается в проекте но как некая ну норма в чем-то могут прилегающие часть депутатов в принципе норма которая должна равна да да смысл это сделать понять что есть четкое ограничение функций организация производства это функция работодателя функция рабочего это четко выполнять свои обязанности и обеспечить свою семью что существует следующее следующее нет я еще повторяю у нас с вами с рядом уважаемые товарищи возможно есть политические разногласия возможно не есть я не исключаю но сейчас речь идет не о политике а о сугубо конкретном техническом документе зоте определяющем трудовые отношения не систему власти не курс куда же так вот определяются трудовые отношения то есть технология как на предприятии добиться максимально возможных прав и улучшения положения работника как делать технически через нормативные акции через закон политика в данном случае будет работать против работника как не означает все красивые лозунги и наконец я очень надеюсь что да еще раз повторяю что сейчас совершенно иная стадия работы то есть сейчас для того чтобы противостоять действительно очень страшной опасности для того что все наши права будут ликвидированы свободным профсоюзом фактически свободные профсоюзы понимаете вчера мы с вами говорили очень профессионально на очень серьезные темы индексация заработной платы методика заключения договоров понимаете я был вчера счастлив потому что мы говорили на такие высококорферсональные темы вот мы потеряем возможность говорить на такие темы если мы введем взор по проекту восьми нет извините это будет беспрегментный разговор и поэтому сейчас слишком велико опасно нам необходимо объединяться но при этом объединение означает что какие-то вещи надо вступить какие-то вещи настоять с тем чтобы сделать проект за которым могли бы все свободные профсоюзы и рабочие движения вместе выступать вместе вступать и в том числе вот я совершенно серьезно могу сказать я уже выстрел несколько городов находящихся на реке в Волге и провел замеры мостов через Дону и реку я совершенно серьезно полагаю что одним из способов давления на власть давление на законодателей это может быть одномоментное перекрытие мостов через Волгу в свободную союз в принципе у нас есть организации практически во всех волжских городах начиная от Конаково и кончая от Конаково мы хотим поэтому я очень бы рассчитывал на то чтобы до конца марта проект был бы доработан вчистую внесен Олегом Васильевичем в Думу на середину апреля так чтобы где-то дней 15 было до 1 мая мы собираем пленум КССКРО чтобы на нем принять решения возможные о коллективных действиях на 1 мая я думаю что сделать какие-то предрабочие решения с тем чтобы провести коллективные действия в поддержку этого проекта но его конечно нужно снимая всякие амбиции понимая что идут очень серьезные вещи доработать и сделать опять же конкурентоспособным все спасибо пошел пошел договорились потом запишите опыта оплатчика по 23 минуты и у вас есть вопрос уважаемые товарищи тот документ который мы обсуждаем столь объемен и столь сложен что я честно хочу сказать что у меня уже от проверки бесконечных ошибок которые крадываются туда лопаться глаза поэтому я думаю что мы в общем должны понимать что его нужно обстоятельно обсуждать обстоятельно рассматривать и я бы прежде всего хотел поблагодарить тех кто делает замечание и особо вот Сергей Владимирович поскольку вот нет ничего более ценного когда человек независимо от того хвалит он или ругает лучше даже когда ругает что-нибудь потому что он дает возможность еще раз взвесить еще раз проверить позиции потому что нам придется их потом отстаивать всем вместе и очень долго на многих совещаниях собраниях с учетом того что после внесения проекта ни одной буквы в нем без снятия проекта с повторным внесением с проходением всей процедуры движения по отзывам субъектов федерации правовое управление и так далее ни одной буквы не взяли поэтому в общем я думаю что мы и должны настроиться сегодня я так понимаю что и вчера все настраивались и понимали что нам предстоит обстоятельное обсуждение этого вопроса я в оправдании того что у меня тоже будут обстоятельные выступления состоящие из трех частей часть первая концепция проекта часть вторая сравнение всех проектов которые есть на сегодняшний день хорошо что их сейчас еще не 16 вот и часть третья это так сказать вот я хотел бы пополимизировать с некоторыми соображениями которые выставил Сергей Владимирович опять-таки исходя из общих наших позиций которые он и обозначил совершенно правильно мы должны исходить из того что это пускай должен быть общий проект вообще профсоюзный раз во вторых он должен быть не проектом проходимым по проходимому проекту то есть то что позволяет нам сделать какие-то шаги в сторону работодателя и не ухудшает наше положение и не решает нас прав и такие шаги тоже нужно делать потому что когда мы притащим его в Думу я думаю что там мы будем аргументировать не то что он проект всего рабочего движения а там мы будем доказывать что он проект всего капиталистического движения и мы так сказать как передовые капиталисты мы обязаны его принять вот потому что он вам больше приносит чем рабочий и собственно этим он отличается от старых всех проектов включая даже достаточно хороший проект это Олиане вот Олиане там ну что он 40 лет толдычили 40 часа рабочей недели и так не могли дойти до французского опыта где 35 часов вот здесь человек приехал нам рассказал что у них 35 часов мы послушали поахали поохали и сказали а как же мы здесь мы будем дурака в России не пустят не надо больше говорить а он же правильный размещен вот в отношении концепции концепция нашего проекта очень простая если говорить одно слово или одним предложением это концепция концепция развития работника наш проект это проект сутью которой является развитие работы не проглашение прав для развития то что у меня есть права есть на золотом блюде если оно у меня есть так что эти права мне ничего не дадут а вот на самом деле проект развитие работника это начиналось из того о чем мы обсуждали вчера инвегация за оплаты в свое время Еще на прошлом расседании здесь выступали товарищи, объясняли, что у нас в законе об индексации индексируется две части нашей зарплаты. Один в год, 132 рубля, и второй в половинном размере, и того 19 рублей при 10% повышении цен. Максимум, что вы можете проиндексировать. Но если порог 6%, так и того не получится, потому что тогда вообще не индексируется. Единственный проект, в котором индексация дана как индексация, в научном смысле, насколько повысили цены, так настолько, будьте добры, и повысить зарплату, чтобы не ухудшить положение работы. И то еще получается, потом мы только повышаем, через месяц или через квартал, а на Западе делают еженедельную индексацию, чтобы, по крайней мере, меньше был период, за который надо пытаться успеть повысить то, что уже отняли путем повышения цен. Так вот, у нас единственный проект где-то прописано, то есть он не проект заулочных выси, а, прежде всего, проект, если мы хотим говорить о развитии, так вы не отнимайте то, что у нас нет. Ну, нельзя же так жить вообще работнику, нельзя нормально работать, никакой там ни производительности труда, ни о качестве продукции не может быть, если работник чувствует, понимает и видит, что завтра у него будет хуже, чем вчера, после завтра хуже, чем завтра, и в следующем году он будет лучше, чем через год. Это первое. Второе. Мы можем сказать, что кроме проекта «Авалиани», все остальные проекты, есть проекты деградации работника, и я думаю, что мне можно тут не аргументировать, и они противоречат Конституции. Я думаю, что наше выступление может быть очень простым, что из всех коммуниционных проектов есть два конституционных, остальные антиконституционные, которые противоречат статье 55-й Конституции, по-моему, два, где говорится о том, что проекты не могут ухудшать, так сказать, его, унижать права работника. Все остальные по этому критерию не управляют. А как мы можем поддерживать? Да мы все равно поддержали проекты, но антиконституционные, мы люди богопояденные и законопослушные. Мы не можем поддерживать такие проекты, как Вачмей, Медельственный, Селиванова и так далее. Мы говорим уже о проекте «Голов». Вот, собственно, это, если очень коротко говорить, если говорить более подробно, то ведь развитие работников зависит не только от прав. Если будет развиваться производство, и если будет у нас богаче общество, тогда мы сможем выбить себе большую зарплату и больше свободное время. Если не будет развиваться производство, если не будет повышаться производительность труда, если не будет развиваться экономика, то мы не сможем себе выбить ни зарплату, ни свободное время. Вы можете себе записать все что угодно в коллективном договоре, но если ликвидируется предприятие, то, между прочим, ликвидируется коллективный договор, хотя собственник и некоторые предприятия женщины устроят на предприятии. Это то, что нам говорят, что требуете повышение зарплаты, у нас ведь производство наладо, а вы хотите совсем его загробить. Я думаю, что те, кто понижает зарплату, повышает цены и ее не компенсируют повышением соответствующей зарплаты, те, кто не оплачивает работу по коллективным договорам в рабочее время, которым занимаются работники по коллективным договорам, форум, те, кто не обеспечивает развитие работника, а с развитием работника связано развитие производства. И это старая вообще истина. Еще фабричное законодательство в Англии принималось, когда английская буржуазия поминала, что если дальше они будут продолжать сохранять такой рабочий день, который был, какой предлагают у нас Волок и правительство, то точно деградирует весь рабочий класс, а когда он деградирует, не будет прибавшей стоимости. Если не будет прибавшей стоимости, значит, не будет прибыли, а вообще будет деградировать, собственно говоря, капиталистический класс. Капиталистический класс сам по своей инициативе ввел в пабричную наградку, потому что он был не такой дурак, как, скажем, некоторые деятели у нас, которые сегодня предлагают вот такие проекты, включающие положение работников. Поэтому мы должны сказать, что наш проект, единственный проект, или, если не брать еще проект Аволиани, или, скажем, тот проект, который в максимальной степени сохраняет и развивает наше производство. А все те, кто мешает развитию производства, должны за это платить. Вот поэтому я, скажем, по первому пункту, Сергей Владимирович, не согласился бы в вопросе о том, что вот если за время запасовки нельзя платить. Ну почему? Если я вот хорошо работаю, меня остановил работодатель, с ухудшением условий труда, он вынудил меня, вынудил меня поставать. А раз вынудил, сейчас рыночные условия. За что надо платить? Пусть платит, за время запасовки моей. Что платок? Слава Богу. Пусть платит даром, а что работать-то вообще? Да, если он мешает мне работать, пусть платит даром. Если он мне мешает работать, то я тихо, мирно работаю. Он помешал мне работать. Значит, пусть платит за запасовку. Потому что за запасовку никто по своему желанию не идет. На запасовку подняться очень тяжело, и все это прекрасно знают, что здесь присутствуют. Это такое тяжелое дело, что когда люди не квалифицированы, они говорят, почему рабочий класс не поставит? Ничего себе, так это поставать-то должен быть весь коллектив. Это не какие-то члены партии, или даже члены профсоюза, а весь коллектив. В том числе и выпивающие, и в том числе и неорганизованные люди. То есть это такая задача, которую так просто не решишь на бедом или призы. Поэтому вообще ставит вопрос, что вот за запасовку и пострадание, и люди мучаются во время запасовки больше, чем во время труда. Поэтому, может быть, им надо их двое платить. Но, но, я согласен, что мы должны этот вопрос платить, не платить, согласовать с работодателями. Для этого существует коллективный договор. И то, что предлагает Сергей Владимирович, что это как-то надо решить, это записано у нас, что коллективный договор, это может быть определено. Ну, если решат, что надо платить, будут платить, не решат, не будут платить. Для этого есть коллективный договор. А чтобы коллективный договор провести, мы сами знаем, что нужна забастовка опять. Дальше. Вот, значит, вопрос о производительности труда. Вот, я думаю, Сергей Владимирович, мы должны тут правильно научно точно поставить, что такое производительность труда. Я вот из нашего обсуждения понял, что у нас с вами не разногласие, а разные понимания того, что такое производительность труда. Вот вы говорите, что зачем нам работать больше? Я абсолютно с этим согласен. Не надо работать больше. Потому что смысл производительность, повышение производительности труда, что работаешь меньше, а продукции больше. Я правильно понимаю? Да. Правильно. То есть, зачем мне, например, если у меня очень... Технологии, понимаете? Нет, у нас 40% ручного труда, кроме всякой технологии, прежде всего. Поэтому, значит, я утверждаю, я утверждаю, во-первых, что если у меня высокоинтенсивный труд, то есть я на единицу продукции очень много затрачиваю труда. Есть такое понятие трудоемкость. Оно лучше, чем выработка на единицу времени. Эта выработка на единицу времени не показывает, какова производительность труда. Лучше рядом. Потому что можно и очень интенсивно трудиться. И тогда затраты мои колоссальные. А можно, значит, шаляваляй трудиться, затраты маленькие, а выработка, так сказать, может быть разная. Так вот, по трудоемкости, если мерить, так вот, при высокой интенсивности труда, если я поставлю задачу снизить трудоемкость, понижаясь трудоемкость, интенсивность снижается, скажем, трудоемкость снижается вдвое, а выработка снижается всего лишь в полтора. Производительность труда вырастает. То есть, возрастание производительности труда совместимо со снижением интенсивности труда. Я могу сказать, ну так как вы хотели мне за производительность труда платить, платите. Я понизил, я повысил производительность труда, снизилась интенсивность труда. То есть там меньше работы. Николай Васильевич, вопрос можно? Нет, нельзя. Я думаю, что вопрос, во-первых, может. Возможно, влечет за собой сокращение рабочих месяцев. Совершенно неверно. Совершенно неверно. Улучшение производительности труда влечет за собой увеличение свободного времени. Таким образом, что мы это и показали в своем проекте. Раз, предлагаем сократить рабочее время. Если у нас еще вырастет производительность труда, мы еще раз предложим сократить рабочее время и так далее. Вообще говоря, в науке невозможно пробиваться. Ее блокируют. Значит, еще раз. Значит, вопрос. Есть первый вариант, я рассмотрел. Снижение интенсивности совместимых вполне с ростом производительности труда. Раз. Второе. Повышение производительности труда за счет умелости. Я за счет своей умелости, не за счет интенсивности, не за счет сердца. И повысил производительность труда. То есть больше выпускаю за счет того, что я более изобретательный, более умелый, лучше подготовленный. Я не болтался, а занимался и так далее. Я повысил производительность труда. Поскольку у меня есть новые всякие приемы, которые другой не обладает. Платите мне, пожалуйста, за это. Почему мне нельзя за счет владения? Вы перебивали. Повышение производительности труда является одним из средств повышения производительности труда. Третий вариант. Союзные лидеры, вы, пожалуйста, послушайте. Третий вариант. Третий вариант. Когда? Нет, каждый после меня может выступить и сказать, что я дурак. Я не возражаю. Но косит. Единственное, у меня пройдет косит. Дайте я вам предложу, как темный человек, то, что я по этому поводу думаю. Третий вариант. Производительность труда повышается за счет новой техники. То есть непосредственно работник ничего не вложил в это дело. Хотя мы с вами знаем, что я тоже работник. Содержит всю армию технологов, конструкторов, ученых. И меня в том числе. Для того, чтобы я здесь выступал, значит, кто-то должен в это время создавать материальный план. Поэтому я, как представитель работника, говорю, так, повысилась производительность труда. Да. Плоды кто будет от этого получать? Работодатель говорит, плоды получать буду только я. Никак ли мы не должны получить за рост производительности труда. Потому что новая техника пришла, вот твое дело освоить и все. Значит, никаких тебе премий за это дело, все я беру. И Сергей Владимирович, вы к этому присоединяете. А я утверждаю, что если плоды получили от производительности труда, поделись. Потому что я тоже в этом участвую. Посвенно. Во-первых. Во-вторых. Вся, и вы правильно говорите, что мы сели силы своего профсоюза, да? Так вот, если сейчас выше производительность труда, так почему мы продаем по-прежнему свою рабочую силу по такой цене? Сразу передвигаем, перемещаем цену. Значит, мы теперь можем затребовать за свою, в нынешних условиях, при другой производительность труда, которая в обществе, можем затребовать другую зарплату. Больше гораздо. И вообще, надо сказать, кто является творцом общественного прогресса. Работник или капиталист, хотя? Работник. Только кто должен получать за этот самый прогресс? Поэтому, если, Сергей Владимирович, я в порядке компромисса согласился с тем, чтобы слово производительность труда из вот этой статьи 155, которую мы обсуждаем, изъять, и, как бы, она предполагается в иных показателях, за которые дается впечатление. Но если вы будете настаивать на том, чтобы, так сказать, это, как бы, и даже из упоминания, из подразумевания исключить, то я буду настаивать тогда, как один из авторов, чтобы вообще включить это в основной текст. Потому что, раз... Тогда будет без вас. Ну, хотя бы, может быть, будет и без вас, но будет за рабочих. И за прогресс общественный. Чем будет реакция, но с вами. Следующий вопрос. И вот эта позиция тут проглядывает с правком. Дайте я скажу. Дайте я неправильные вещи скажу, а вы правильные потом скажете, прошу меня. Правком вам не нравится, что человек сначала идет с правком, как в первую инстанцию. И что он туда идет? Что дальше, если администрация не согласна с решением правком, пусть дерется с правком. А вы хотите оставить одного работника один на один с этой самой администрацией. А мы знаем, что он проиграет один на один. И все равно вам придется сделать забастовку и вести коллективный трудовой спор. Например, в защите индивидуальных прав. Так вот, чтобы это было с самого начала, пусть он пойдет в свой правком. И я должен сказать, вот плохие директора считают, что правкомы покрывают пьяниц, враговщик, воров и бездельников. А мы утверждаем, что хорошие правкомы, и вас в том числе, всегда разбираются. Если это не по делу, так сказать, спорит работник, он ему так и скажет, иди отсюда, потому что ты сам напился и пришел, в чем должны тебе интересно тебя защищать. Не будем мы тебя защищать, не будем защищать. Поэтому это хорошая первая инстанция, это хорошая инновация, которую надо поддержать. Если мы хотим, чтобы наш проект был общепрофсоюзным, так мы должны дать этим профсоюзам право. А если мы рассчитываем, что нас будут поддерживать не профсоюз, а кто-то еще, то надо понимать вполне реально, что кто-то еще нас поддерживать и не будет. Что если мы пробьем этот проект, то благодаря всеобщей поддержке профсоюза, Потому что мы даем права. И именно поэтому я, хотя я выступал с разных позиций, я их не расставил, чтобы включить именно это слово «проуказательность труда школ». Можно и не включить, но надо, в общем, все равно нам искать единство профсоюзов и привлекать на свою сторону профсоюзов обязательно. И не надо для этого, значит, если вы понимаете, что он должен быть реальным в нашем проекте, не надо кричать, что хозяева просто кровопийцы. Почему? Я, например, если буду выступать на слушании, я скажу, что хозяева у нас должны быть не кровопийцами, а организаторами производства. Это первое. Потому что это их историческая миссия. И потом вы сами говорите, что они ответственны за технический прогресс. Как мы вас хвалим? Давайте, повышайте. Только вы вместо того, чтобы купить новую машину, отвезли на Канары свои деньги. Почему? Вы же хорошие. Вы же у нас за прогресс ответственные. Технологии так повышают технологии. И дальше. Если мы вообще говорим о капитализме, как о стройе, кому нравится, кому не нравится, но всякий строй повышает и развивает производительные силы. И это мы не должны забывать. И какие бы ни были они кровопийцы, но их историческая миссия все равно состоит в том, чтобы производство развивает. Вы сели, стали хозяевами, будьте добры, повышайте производительность труда и развивайте производство. А не будете, значит, уходите, пусть другие придут вместо вас. Тоже хозяева. Но все-таки повышают производство. Нас вообще не важно, кто там сидит. Но важно, чтобы сидел человек, который все-таки повышал производительность труда и развивал производство. Это наша концепция. И это наша позиция. Отсюда и вытекает, что в школе это дело общественного прогресса и повышение производства и производительность труда. Это создает новые условия, улучшающие нашу борьбу, повышающие зарплату, снижающие рабочее время, увеличивающие свободное время, как время для свободного развития. Конечно, мы в этом деле участвуем. И мы участвуем в управлении производством, чтобы посмотреть, а действительно они собираются развивать производство, или это жульел хочет растащить и уничтожить предприятие. О чем вот и говорил тут Олег Васильевич. У нас там пунктов много. Когда закон попробует уничтожить, сразу включается весь блок, в котором все мы сразу будем чертить. Пока вы не собираетесь ликвидировать, там у нас мало прав сидеть и слушать. Никаких прав решать у нас нет. Что такое участвовать? Значит, прийти, посмотреть все документы и поговорить, и высказать все, что мы думаем директору. Больше ничего. А он, а кто будет решать? А вы и будете решать. А кто будет нести ответственность? А кто решал? Решал кто? Директор. А мы что? А мы участвовали только. А мы высказали, скажем, что это глупость, то, что вы делаете. А дальше делайте, пожалуйста. А потом мы убедимся, что это глупость. А вот кто делал глупость, тот и будет нести ответственность. А мы-то не будем нести ответственность. Когда мы будем решать, мы такие глупости делать не будем. Тогда директор будет участвовать, а мы будем решать. А сейчас не так. Поэтому я думаю, что мы вполне можем и должны ставить вопрос об участии работников в организации производства. Это делается на всем Западе цивилизованном. И наш проект, он не хуже, чем на цивилизованном Западе. Он у нас на уровне мировых норм. У нас все по мировым стандартам делается. Поэтому мы отрекаем ноги со всех тех норм, которые были в советском ГЗО. И говорим, да, у нас теперь рыночный ГЗО. Например, в колхозные времена кто цены устанавливал в колхозах? Продавец или покупатель? Покупатель. А у нас зарплату будет устанавливать не покупатель рабочей силы, а продавец. Кто? Кто продавец рабочей силы? Работник. Потом тоже зарплату устанавливают. Где? На рынке. Будет торт. Если мы объединимся, хорошо, больше получим. Не объединимся, а собственно об этом все и рассказывали наши товарищи морского порта, товарищи докеры, что вот если не удается объединиться сразу, значит пытаются зажать нас и снизить зарплату. И не дать повысить такой степени, какой хотели. Поэтому в этом смысле наш проект очень прогрессивный, и мы должны его отставить, и держать вот эту линию. Линию на общественный прогресс. Иначе нам вот в дискуссиях с предпринимателями, с хозяевами, с депутатами, с правительством нам не выдержать. А на такой линии нечего вообще возродить. Нечего возродить. Потому что мы за производство, а вы против производства. Мы за развитие, мы против развития. Мы за рост производительности, а вы против. Ну естественно, мы еще и за зарплату. А вы хотите производительность туда, и вся прибыль вам. Извините, а зарплата? А увеличение свободного времени? Подводите поделиться. А как это бывает? В рыночном обществе вы получили и не поделились. Знаете, кто не поделился, что с ним бывает? Такое дело сейчас. Так что я думаю, что у нас в полной комплекте есть аргументация для того, чтобы мы на современном уровне с ним разговаривали тем языком, который им понятен, а не который нам понятен. Мы здесь собрались и говорили как представители работников, а там мы даже разговариваем с ними. На том языке, который им привычен. Ну не хотите, так сказать. Собственно говоря, Сергей Валерьевич, да, так с ними разговаривает. Мы правы силой. Значит, не хотите, значит, сейчас будет обостовка. Совершенно правильно. Сначала поговорили по-простому, попросили, а потом не хотел. Ну и последний раздел, к которому я перехожу, это сравнительный анализ всех проектов, которые есть, поскольку у нас есть институт законодательства и сравнительного правоведения, которого я в шутку называю именем Нурдиновой. Мы можем это сделать достаточно кратко, поскольку институт подготовил мне соответствующие документы. Я могу как Брежнев и, так сказать, кратко изложить по бумаге. Значит, всего несколько пунктов, по которым есть различия всех проектов. Значит, есть у нас попытка сделать много проектов, чтобы у работников все начало двоиться, троиться, я же не разобрал, не было ничего. Значит, наша позиция здесь такова. Значит, есть две концепции. Есть проекты, которые улучшают положение работников, есть проекты их развития, и есть. И сколько существует вариантов улучшения? Много. Вот пока два есть варианта. Один. А в Лиане еще лучше вариант шеи. А сколько существует вариантов ухудшения? Вот уже набралось четыре, да? Может, вам готовится пятый, а может быть шесть, а может быть лучше. Вообще бесконечно много существует вариантов улучшения положения работников. Улучшение враг плохого. Да. Улучшение враг плохого. Вот, значит, по первому пункту. Расторжение трудового договора. Какие у нас, значит, варианты, которые улучшают положение? Значит, оба проекта, я в Лиане и Шейна, сохраняют норму действующего ГЗОТ. В случае систематического нарушения. Если у вас кто-то что-то нарушил, извините, первый раз нарушил, а вы сразу уволите. Сгоряча. Нет, во-первых, пожалуйста, докажите, что это систематически, и второе, по согласованию с соответствующим процессом органов. При этом проект Олег Васильевича Шейна устанавливает, что при незаконном увольнении работников, виновные в этом представители работодателя, кроме прочих санкций, обрегается штраф в размере, определяемым полосом административных правонарушений. Так. Ухудшающее положение правительственных знаний в случае однократного грубого нарушения. А все, что вы не то сделали, все кажется грубым работодателям. Сразу уволят. Проект Голова в случае однократного, то же самое. Проект Восьми, тоже знаем, что сначала уволят, а потом профсоюз без согласования с профсоюзом, а профсоюз должен доказывать, почему нельзя дать согласие на увольнение. То есть все переворачивается наоборот. Сейчас администрация должна прийти и доказывать, что есть основания для увольнения работников. А так профсоюз должен будет доказывать, что есть основания по закону не увольнять. А закон про Петрова не написан именно про Петрова, а увольняет именно Петрова и никогда не докажет профсоюз. И будет ходить по судам и работникам профсоюз, и никогда не докажет свои права. Пункт второй. Рабочее время. Значит, в проекте авгалия. Всякая работа за пределами нормального продолжительства рабочего времени считается сверхурочной. Не зависит от причин. Ну и говорится, что по мере создания экономических и других необходимых условий осуществляется переход в более короткую рабочую неделю. Может быть, Тимурас Горич имел в виду проект Олега Васильевича, что он и предлагает в более короткую неделю переход 35 часов в неделю. При этом мы еще и другое сделали. А исчисление отпуска идет не в расчете на 6 дней, на 6-дневную, а в расчете на 5-дневную рабочую неделю. Это 32 рабочих дня в отпуск. Правильно? Потому что выходных больше попадает. Это так не заметно, там не написано 32. Но всякие, кто умеет считать, увидит разницу. У нас в стране 5-дневная рабочая неделя, а почему-то в расчете отпуска вдруг 6-дневная. Интересно, как получается. Мы это вот несоответствие выправляем проектом. Ну, мы знаем по поводу рабочих дней правительственного, в проекте «Голово», там в одном 56, в другом 60. В проекте 8 вообще не предусматривается сокращение рабочего времени по мере создания экономических условий. В параволиберальном проекте СПС, ЛДПР и двух забежавших туда единства человек. Значит, там возможность скользящего графика работы, при котором допускается регулирование самими работниками начала, окончания и общей продолжительности рабочего дня. Сами работники отрегулируют, и у них будет 60, как у «Голово». Это мы уже знаем. Та же идея по инициативе. Максимальная продолжительность смены при указанном режиме 10 часов, а время нахождения на работе с момента начала и до окончания смены, включая этот режим для отдыха, 12 часов. Максимально. Больше нельзя 12. А у нас максимально. 7. 5 минут еще. Хорошо, я успею. Проект оплаты на работниках, уже здесь говорили, значит, исключаются всякие непрогрессивные формы оплаты, в том числе устаревшие нормы мод, которые в 50-х годах принимались, когда и по нормам мод можно оказывается выплачивать продукцию предприятия, в качестве зарплаты. Это плата, это деньги. Это противоречит сути вообще денежной формы зарплаты. Так что мы подойдем впереди моторской нормы. Это и хорошо. Может, оказывается, что у нас прогрессивный проект, значит, мы это и представляем. Теперь срокурочная работа. Работа выходной, день оплачивает у нас в тройном размере. Если ты хочешь, чтобы работали, плати в тройном. Не хочешь – не плати. Мы же бережем свое свободное время. Потому что нам свободное время нужно для подготовки к забастовке. Потому что мы сегодня получаем зарплату больше не путем лучшего труда и большего, а путем забастовки. Поэтому нам надо к ней подготовиться. Кто у нас время отнял? Плати в тройном размере. Мы же и просились. Вот ключевые эти моменты. Теперь, значит, социальное страхование. Мы здесь вот даже в вопросе о социальном страховании предполагаем защиту пособия по государственному социальному страхованию от инфляции путем их индексации. Мы эту индексацию везде записали, чтобы от нее нельзя было делать. Действия коллективного договора в обоих проектах, так же и в проекте Шейна, коллективный договор заключается на срок от одного года до трех лет. А по истечении действия до тех пор, пока стороны не заключат много или не изменят, заполнят действующие. То есть закрепляется то положение, которое достигли. Не надо каждый раз сражаться на том же самом месте. Значит, все остальные проекты, они так или иначе рвут где-нибудь. Чтобы опять оказался народ без кол договора, незащищенный, начинал все сначала, и может быть тогда уже у него не получится. Ну и вот по правам профсоюза. Да и более широко права профсоюза представлены в проекте. В Лиане еще более широко в проекте Шейна. А в правительственном проекте, в голове и право-либеральном проекте там консультации. Мы проконсортируемся с вами, выслушаем, учтем, сделаем, мы не будем подробнее. А в проекте 8, при решении большинства вопросов, затравивающих права и интересы работников, согласований с профессором, вообще не требуется. И обеспечение профессорского транспорта на трех техниках не предполагается. Мы приедем на Черной Волге, а если вы успеете к моменту начала принять решение, то хорошо, но успеете извинить. То есть, я думаю, что вот такая линия на прогрессивный проект, который вполне рыночный. Рыночный в том смысле, что он, если уж такой рынок, то давайте будем действовать так, чтобы на этом рынке могли выиграть. В том числе мы знаем, что и в Зуме рынок. И там также торгуют, в том числе, за места. И мы знаем, кто там сидит и по каким спискам. И где он избирался, где он купил эти самые места. Поэтому мы все это знаем, и в соответствии с этим должны действовать. Поэтому и разговаривать с ними надо так, как разговаривать с этими самыми людьми на рынке. Вполне мы к этому готовы. Я думаю, что в этом плане наш проект, при всех его компромиссах и при всех его прогрессивных позициях, он вполне конкурентоспособным является и вполне может быть тем проектом, на котором объединятся профсоюзы. Мы не говорим, что пока все объединились. Если бы все объединились, мы бы называли всеобщим профсоюзом. Но он общим является для ряда крупнейших профсоюзов и самых сильных профсоюзов. Я согласен, что ФНВР очень крупный по количеству людей. Но насчет силы, я хочу сказать, что он вообще сейчас не сильный. Он ничего массового не проводит, никаких крупных акций, ни одной успешной забастовки не провел. Поэтому какой он сильный? Он очень слабый профсоюз. Не профсоюз. И вообще в этом смысле не профсоюз, если он не защищает интересы. Если он поддержал проект восьми, то он угробил себя, как профсоюз. Угробил, потому что он пошел против улучшения положения работников. Вот те профсоюзы, которые приснились, это профсоюзы. И очень сильные. И они поэтому и предлагают тот проект, который может быть назван общепрофсоюзным проектом. Профсоюзным проектом. Почему он, кстати, и такой же. Мы вообще, по-дяму, на Ленинградском комитете, приняли такое решение. Мы, вот Ленинградский комитет, считаем это собрание, соединенного союза, который был властью, этим самым комитетом России. У нас такое решение принято, что и делалось, это снижение Александра Николаевича. То есть они не согласовывает, это согласовывает. Это включается, да? Все уже написано, да? Не, 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 не. Это не прописали, это не прописали, это не прописали. То есть теперь органы согласовывать. Иначе это непонятно. Он начнет, да, никто не поддерживает. Это российский комитет. Аписатель не имеет согласованные действия. Но это... Никого бы не ответили. Никому не пропугаем. Городом горький, где я слышу горький, В большем поселке подруга живет. Городом горький. Городом горький. Городом горький. Городом горький. Городом горький.